Добрый вечер дорогие москвичи, уважаемые телезрители канала Моя Столица Мы находимся в этом очаровательном месте Дюран-бар Слева Москва-река и сияет теми огнями Наша столица Справа импровизированная сцена с лейблом Олеся Висич Сегодня здесь презентация альбома С нами Илья Эстеров, владелец Дюран-бара Илья, огромное спасибо, что вы сформатировали такое комфортное пространство Добрый вечер, скажите пожалуйста, вот как часто у вас такие в Дюран-баре проходят творческие вечера? На самом деле вечера проходят очень часто Вчера была презентация нового клипа Джигана Можно себе представить, что такой плотный прямо график Еще много событий в этом году у нас впереди И собственно говоря, мы эту площадку и делали для того, чтобы не только здесь работал ресторан и бар А для того, чтобы создавать какую-то культурную интересную жизнь В таком private формате, когда это презентации наших разных друзей Когда это премьеры каких-то новых клипов, фильмов и так далее В принципе, это такое культурное пространство, помимо того, что это ресторан и бар Все-таки для большинства, наверное, телезрителей наших существует этот вопрос такой психологически доминатный Связано ли это с группой Дюран? Это ваша группа юности или что? Во-первых, эта группа юности не только моя, но и большинство представителей нашей старшей аудитории Поскольку заведение не такое уж молодежное, как может показаться с первого взгляда А во-вторых, собственно, стиль дендизма, который присутствует здесь И концепция, что это бар для современных московских дэнди Плотно связана с тем, что участники группы Дюран Дюран Как раз и являются яркими представителями этого правильного, в правильном его понимании стиля дэнди Поэтому связь, несомненно, есть И вот я сегодня как раз прочитал интервью Либона, лидера группы Который в своем интервью, его спросили, собирается ли он в Россию Сказал, что он не только хочет дать концерт, но и слышал о потрясающем заведении Дюран Бар Которые уже знают за пределами нашей Родины И что он очень хочет сюда попасть и выпить здесь коктейльчик Поэтому мы ему сегодня написали письмо и ждем его в гости Ну вот вы как предварили просто мой вопрос Вы сказали про отечественных, действительно, наших исполнителей Я хотел спросить про иностранных Уверен, что в этой комфортной среде им будет действительно очень приятно Скажите, кто помимо вышеназванного культового певца Из иностранных певцов будет еще представлен у вас в Дюран Бар Из ближайшего я могу всех пригласить 26 сентября У нас будет закрытый концерт известного скандального рэпера Рик Рос Который, собственно говоря, прилетает в Россию И первый концерт даст у нас в таком private формате Всех ждем, проходите фейс-контроль, бронируйте столы заранее Спасибо, Илья, еще такой вопрос Вот по поводу музыкальной культуры Вы, я вижу, здесь представлены рэпы, эстрады, так сказать, попа Я не знаю, джаз, наверное Вы ближе все-таки к какому направлению? Я должен сказать, что, во-первых, надо все-таки Обязательно поздравить Олесечку Висичу Во-первых, с днем рождения Во-вторых, с ее презентацией, с премьерой Вот, она большой молодец И я потому являюсь, наверное, как и многие правильные люди, меломаном Потому что, собственно говоря, я за таланты Я за стремление, я за яркость натуры И поэтому во всех музыкальных стилях это может быть И это есть Вот, поэтому я за таких, как Олеся За таких, как Джиган Еще молодые, но уже завоевывают свою аудиторию Вот, ну и, конечно, сохраняется классика Вот, поэтому мы за все За все, что талантливо, за все, что прекрасно За все, что приносит людям хорошие, позитивные эмоции Делает их добрее, лучше, чище, светлее, открытие Спасибо Ну, в музыкальном смысле слова Можно, наверное, употребить слово «коктейль» И, кстати, тогда уж скажите Какой самый фирменный коктейль в Дюран Барри подает? Ну, у нас много коктейлей Один из них называется Дюран Дюран Мой любимый коктейль называется «Водка Сауэр» Я всем рекомендую его попробовать Это реально очень круто Ну что ж, до встречи в Дюран Барри На самых элитных вечеринках города Москвы Всего вам доброго, канал «Моя столица» До свидания